История проповеди История проповеди И многообразно, многообразно, в разных формах проповедовал через пророков, евреям один-один. И можно учиться проповедовать у Бога, исследуя пророков по порядку. Как Бог проповедовал через Иону? А возьмите Иезекииля. Вы думали о таком странном, необычном проповеднике, как Иезекииль, который брил свою бороду или проламывал стену, или лежал на одном боку? Это Бог проповедовал через него? Или такого пророка, как Исаию, и Еремия, скорбящего пророка, и многого другого? Осия, который и так проповедовал странно своей жизнью и любовью к Гомер. И Бог многократно и в разных формах проповедовал. И можно изучать всю Библию фактически, чтобы увидеть, как проповедовал Бог. Потом, позже, Бог говорил в Сыне. Когда Слово стало плотью, Бог говорил в Сыне. Позже, Бог проповедовал посредством Духа. И Дух Святой свидетельствовал о Христе и вдохновлял на написание Библии. Но и мы подражаем Богу. Бог проповедовал, Христос проповедовал. И мы проповедуем. И мы проповедуем, передаем другим, что слышали от Него. В то же время, мы хотим обратить внимание на проповедников, которые проповедовали уже, начиная с новой эры, после рождения Иисуса Христа. Потому что самые лучшие курсы Гомелетики, я уверен, не заменят хороших примеров. И тот, кто хочет стать хорошим проповедником, тот должен непрестанно читать проповеди хороших проповедников. Ну, конечно, в первую очередь проповеди Христа. Нагорную проповедь, например. Читайте Нагорную проповедь. Можете читать проповеди апостолов Петра и Павла. Проповедь Стефана. Православные рекомендуют проповедникам читать Златоуста. Иоанна Златоуста. И говорят, если человек хочет стать хорошим проповедником, он должен перечитывать день и ночь Златоуста. Ну, мы рекомендуем Чарльза Спержина. Как говорят, короля проповедников. Читайте Спержина. Джона Весли, Дуайта Муди, Билли Грэма, Александра Васильевича Карева. И других известных и менее известных проповедников. И проповедников, братьев из ваших церквей, слушайте, хороших. И тоже мы сможем многому научиться. Мы научимся, как делать ведение проповеди, как излагать проповедь, как расположить материал и как побудить слушателя к ответу. Краткий обзор проповеди. Начнем мы с Христа. До Христа можно вспомнить Иоанна Крестителя, который готовил путь Мессии. Помните проповедь Иоанна Крестителя? Вы, змеиное отродье, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Такой яркий был проповедник, зажигательный, сильный. Весь была краткой, но он подтверждал ее жизнью. И как настоящий проповедник, не один он, были такие сильные, настоящие, смелые проповедники, которые лишались жизни в результате проповеди. Они были готовы проповедовать даже в этом случае. Они даже готовы были жизнью подтверждать свою проповедь. Идеальный проповедник Христос. Мы не часто думаем о нем, как о проповеднике, потому что его стиль настолько не похож на наш. Мы не встречаем, не видим, чтобы Христос вот так стоял за кафедрой, как мы, там, листал конспекты и передавал Слово Божие. Мы так не привыкли, нам даже трудно представить и говорить о нем, как о проповеднике, но на самом деле у Иисуса Христа можно очень многому поучиться. И один автор перечисляет семь основных характеристик проповеди Христа. Мы можем поучиться у Христа. Иисус проповедовал со властью. А как проповедуем мы? И как этого достичь? Фарисеи и книжники ссылались на авторитеты, ссылались на традицию, но то, что говорил Иисус, было самоистиной. Он говорил, как власть имеющий. Почему? Потому что его авторитет корнился в собой личности. Только он мог сказать, я есмь, я говорю вам. Мы этого не можем сказать. И в определенном смысле, братья, мы никогда не достигнем и не будем иметь такого уровня власти, как Иисус Христос. Мы не сможем говорить с такой властью. Естественно. Но если мы максимально ясно и точно передаем Слово Божие, в нем будет власть. Если это Слово Божие. Если мы заявляем, так говорит Господь, тогда мы будем проповедовать со властью. Проповедь Христа отличалась оригинальностью. Он проповедовал не так, как все. Оригинально проповедовал. Но в то же время, при всей оригинальности, его проповедь была понятна простым людям. Иисус Христос использовал понятные, простые выражения, слова. Поэтому простые люди, написано, слушали Христа с радостью. Потому что все понимали. Книжников и фарисеев было трудно понять. И Христа все понимали. Конечно, еще большую радость вызывали не просто его слова, а благодать, которая исходила от Христа. Он нес благую весть в прощении грехов. Христу пытались приписать какие-то моменты знакомства, может быть, с индийской философией, чтобы показать, насколько было необычным его проповедь, или откуда он взял эту оригинальность. Но Христос не повторял какие-то другие концепции, идеи. Он просто по-новому раскрывал Писание. Он просто глубоко копал. И когда Христос глубоко копал, возьмите его на горную проповедь, как он глубоко раскрывал Ветхий Завет. И старые истины звучали по-новому. Кажется, что можно было бы сказать, нового по заповеди не убивай. А что говорит, всякий гневающийся напрасно, уже убийца. Вот он глубоко копал. И проповедь его отличалась оригинальностью. Проповедь Христа носила полемический характер. Спорная была проповедь. Никто не оставался равнодушным, слушая его. Это был хороший проповедник. Иногда наши проповеди вызывают много споров, но, может быть, не по этой причине, когда мы что-то не так говорим или неправильно. Но проповедь Христа не оставляла у людей равнодушными. Еще один момент интересный. Иисус Христос часто повторялся. Иисус Христос часто повторял свои проповеди. Не надо бояться повторять что-то нужное и хорошее. Очень много похожих притч в Писании, очень много похожих истин. Но его повторения объяснимы разными причинами. Например, сказанные другой аудитории, имеющие те же нужды. Ну, скажем, когда вы посещаете другие церкви, вы иногда повторяетесь, может быть. По крайней мере, я повторяюсь. Я посещаю часто другие церкви. Иногда какие-то хорошие мысли у меня есть, Бог положил на сердце. Я их говорю в разных церквах. Какие-то замечания по поводу разных вещей, одни и те же. Или какие-то истины, которые народы и ученики усваивали с трудом. Например, истина о несении креста. Народ с трудом усваивал эту истину, поэтому Христос повторял. Повторял и повторял и повторял. И я думаю, нам нужно некоторые истины повторять. Особенно самые важные истины о спасении, о покаянии, о прощении грехов, о благодати нужно повторять. Вот так это делал Иисус Христос. Еще одна характеристика. Иисус использовал в проповеди разные методы. Он проповедовал в разных местах. В синагогах, на берегу озера, в пустыне, в частном доме, в лодке. Некоторым из нас трудно проповедовать, если мы куда-то приходим, и вдруг обнаруживается, что нет кафедры. И уже бывает проповеднику сложно что-то говорить. А Иисус мог в любом месте проповедовать. В частном доме, в лодке. Есть микрофон, нет микрофона. Без озвучивания. Он всегда готовил проповедовать и возвышать голос. Иисус проповедовал в разных случаях. У него были запланированные проповеди. Нагорная проповедь, ну, можно так сказать, запланированная. И спонтанное учение, как Никодим, когда он внезапно начинал учить, может быть, ну, как бы мы сказали, не подготовившись. Вот иногда приходится готовить экспромтом. В каких-то случаях приехали, раз, похороны. Нам надо что-то говорить. Вот, или пришли, вот, не пришел проповедник, который был назначен в графике поставлен, нас просят сказать слово. Бывают такие случаи. Поэтому проповедник должен быть всегда готов молиться, проповедовать и умирать. Всегда должен быть готов делать вот эти три вещи. Ну, и Иисус использовал разные типы провозглашения истины. В отличие от нас, Иисус Христос был разнообразен, как проповедник. Он использовал утверждения, объяснения, иллюстрации, парадоксы. Мы, обычно, и наши проповеди, ну, похожи в целом. Вот если возьмешь проповедника, его стиль уже известен. У него один стиль. Он говорит примерно одинаково. Вот все свои проповеди в каком-то одном стиле. Иисус Христос был разнообразным. И последний пункт. Нет, предпоследний. Я еще два пункта скажу, прежде чем мы пойдем на прерыв. Два пункта об Иисусе. Иисус использовал иллюстрации. Мы уделим особое внимание иллюстрациям, потому что это один из тех методов, который делал проповедь Христа яркой, интересной, запоминающейся, почему людям нравилось. И очень хорошо это видно на примере Нагорной проповеди. Его проповеди буквально насыщены вот этими иллюстрациями из окружающего мира. Он говорит о закваске, он говорит о волках в овечьей шкуре, об иге, о сокровище, об овсах, о змеях, о неводе, рыбах. Когда Христос учит о милости, он показывает доброго самарянина. Он говорит о фарисее мытаре, уча смирению. Он учит щедрости на примере бросающей вот эти две лепты в сокровищницу вдове. Иисус Христос рисовал картины в глазах слушателей. Он им показывал на лилии полевые. Он показывал на птиц небесных. Он брал на руки ребенка и даже таким образом проповедовал. Проповедь Христа была насыщена иллюстрациями, поэтому его было легко понять. Легко было принять истину и легко было усвоить истину. И последний момент. Иисус очень любил задавать вопросы. В его 48 проповедях 168 вопросов кто-то насчитал. Он задавал вопросы. Мы иногда тоже задаем вопросы проповеднике. Но надо уметь задавать вопросы. Иногда проповедник задает вопросы и он же на них вынужден отвечать. Потому что никто не хочет возвышать голос. Поэтому надо знать когда и как и где задавать вопросы. Но мы можем учиться у Иисуса Христа проповеди. Учиться так как проповедовал он. От Христа мы говорили о Христе как проповеднике, идеальном проповеднике. Мы продолжаем говоря об апостолах. Апостолы продолжают проповедовать, проповедуют о Христе. Призывают к обращению, к отвращению от мертвых дел, к вере в Бога живого. Вот и мы можем найти несколько хороших проповедей, примеров проповеди апостола. Помните в книге Деяний 2 глава апостол Петр проповедует вот такая ясная четкая укорененность в Ветхом Завете, на истории Ветхого Завета. 7 глава Деяний, помните? Стефан, он пересказывает историю Ветхого Завета, проповедует на основании Ветхого Завета. Затем мы можем ответить апостола Павла. Говорят, что он в личном присутствии был слабый, речь его незначительно. Но это говорили его недоброжелатели. Я не верю им в полной степени, что... Я думаю, Павел был действительно страстным проповедником, сильным. Вот как явствует из его посланий, скорее всего, он был ярким, сильным таким проповедником. И он много говорил. Он иногда говорил слишком долго, даже люди засыпали. Так что это нас ободряет, если даже на наших проповедях кто-то дремнет. Правда, он продолжил беседу, видно, после полуночи, помните? Ну и в отличие от нас, апостол Павел мог потом воскресить человека, который умер во время его проповеди и убился. Вот поэтому апостол Павел мог себе позволить. Но я думаю, что в Библии проповеди апостола Павла записаны в сокращенном виде. Не все его проповеди записаны, не все, что он говорил. И даже об апостоле Петре, помните, написано и многими другими словами увещевалый. Мы не читаем, что за многие другие слова, о чем он говорил. Вероятно, проповеди были намного длиннее. Вот мы всего не знаем. Но, тем не менее, мы можем учиться многому у апостолов Павла, Петра, у Стефана, изучая их проповеди. Следующий период, это период, который называют периодом апостольских учеников, проповеди поменялись. И сам стиль проповеди изменился, потому что апостолы свидетельствовали о том, что они видели и слышали. Проповедь учеников была другой. Ученики читали Писание апостолов. Это уже другой стиль совершенно, другой подход. Они читали Писание апостолов, потом уже изъясняли и что-либо говорили в назидании на основании прочитанного текста. То есть, сам стиль проповедей поменялся, поскольку уже они не свидетельствовали о том, что они видели, а свидетельствовали о том, что видели апостолы, что видели ученики и передавали это другим. По мере ослабления гонений уже в 2-3 веке и увеличения количества членов церквей появилась необходимость более глубокого изучения Библии, более совершенной проповеди. И появились новые богословы, новые проповедники, которые внести вклад в развитие проповеди. Например, Ориген, вы все, наверное, слышали такое имя человека, под влиянием которого проповедь превратилась из обычной истолковательной беседы в произведение ораторского искусства. Вы, наверное, знакомы с Оригеном, особенно в связи с методом аллегорического толкования Библии. Ориген считал, что как человек состоит из тела, души и духа, так и текст имеет три уровня. Текст имеет уровень обычный, простой, буквальный, затем следующий уровень, это уровень моральный и потом духовный. И Ориген отыскивал эти уровни и таким образом толковал писание. Вот, и, например, у него были такие интересные толкования, цветная одежда Иосифа означала его разнообразные познания. То есть Иосиф много знал и разнообразно. Или там животные, в которых раздвоены копыта и которые жуют жвачку, это христиане, которые много размышляют над Словом Божиим. Вот очень много таких занимательных вещей можно прочитать у Оригена. Но Ориген внес действительно большой вклад в развитие проповеди как науки. Он был первым, кто фактически перешел от простого такого неупорядочного рассуждения над текстом к ясному и последовательному изъяснению текста. Он как бы сформулировал или сформировал эту форму, форму проповеди. Во-вторых, он придал особое значение или по его примеру стали придавать особое значение тщательной экзогезии текста. То есть вот эти два момента. Первое, Ориген стал проповедовать на основании конкретного текста. Второе, он стал уделять особое внимание тщательной экзогезии текста. Вот и он стал учить и преподавать о том, что христиане должны тщательно изучать Библию. Они должны изучать внимательно, изучать и использовать различные инструменты, словари, справочники. У Оригена не было столько материалов, как у нас, но тем не менее он это делал. Потому что до Оригена проповедь была просто такой серией неупорядоченных бесед. Просто беседовали о том, о другом, о третьем, вопросы, ответы. Но Ориген сделал проповедь своего рода последовательным изложением какой-либо истины. То есть то, что мы говорим проповедь, а не беседа. Беседа это может быть размышление о разных темах, но это проповедь. Наиболее известный представитель последующего периода это Златоуст. Вот я хотел на него обратить внимание, поскольку это одна из ярчайших личностей в истории проповеди. Иоанн Златоуст жил в конце 4-го, начале 5-го века и он оставил нам около тысячи проповедей. В том числе 88 на Евангелие от Иоанна, 90 на Евангелие от Матфея, 32 на послание к кремлинам. Кстати, интересно, что проповедовать Златоуст начал только в 39 лет. Вот довольно поздно, и тем не менее он очень-очень много сделал. Вот и его проповеди считаются образцом ираторского искусства. И я уже говорил, что православные гамилеты советуют, кто хочет быть хорошим проповедником, тот должен день и ночь читать Златоуста. И Златоуст известен как такой страстный проповедник, обличитель пороков общества. Златоуст порисал жадность, лень и раздражительность, гнев, распутство. Он так хорошо комментировал текст Писания. Всегда у него было применение. И заканчивал проповедью он обычно краткой молитвой и словословием. Интересно отметить некоторые основные характеристики проповеди Иоанна Златоуста, чтобы нам поучиться у него. Проповедь его была библейской. В том смысле она была основана на Библии в основном. Хотя можно встретить в нее другие рассуждения о разного рода интересующих людей проблемах. Но в основном проповедь была библейской, основанной на Библии. Он систематически исследовал книгу за книгой. Может быть кто-то из вас видел в собрании сочинения Златоуста. Вот здесь выпускают таких многотомник синеватого цвета. Книги большие. Там очень хорошие комментарии есть на Бытие, на Псалме, на Матфея, Иоанна. Вот он проповедовал на послании к римлянам, галатам, ефесинам, Тимофею, Титу. И его проповеди насыщены цитатами из Библии. В его проповедях 7 тысяч цитат из Ветхого Завета и 11 тысяч из Нового. Вообще отцы церкви, так называемые отцы церкви, очень много цитировали Библию. И если бы даже не было Нового Завета, говорят, можно почти весь Новый Завет составить на основании их цитат. Вот подумайте о себе, как часто и как много вы цитируете Библию. Насколько Библия играет большую роль в вашей проповеди. Проповедь его была библейской. Его истолкование писания было ясным и простым. В отличие от Оригена, Златоуст следовал так называемой школе историко-грамматического толкования. Вы слышали по герменевтике, возможно, есть школа аллегорического толкования, которой придерживался Оригена и другие толкователи. Но Златоуст это представитель историко-грамматических школ. То есть он изучал текст в контексте. Он изучал историко-культурный, делал историко-культурный анализ, текст лексический и так далее. И его толкование было ясным, простым и понятным. Еще один пункт. Златоуст показывал, как применять писание к жизни. То, о чем и на что жалуются сегодня слушатели наши. Часто говорят, нет применения. Что делать после проповеди? Проповедик ничего не говорит. Рассуждает о многом, не говорит конкретно, что нужно делать. Златоуст говорил, что делать. Он обличал гульбище, роскошь императоров, объедение. То, что те грехи, которыми страдал народ, он обличал и показывал. Это в своих проповедях. И еще Златоуст был бесстрашным и мужественным проповедником. Его смелость на кафедре привела к ссылке, в которой он и умер. Я уже упоминал таких сильных, страстных проповедников, для которых проповедь была делом их жизни. Для них было не все равно проповедовать, не проповедовать. Они готовы были умереть за то, что они проповедовали. И таким был Златоуст, и вы из истории знаете, что он был сосланный на территории где-то современной Армении. Он умер со словами «Слава Богу за все». Патриарх, изгнанный за свои обличения императрицы, умер в ссылке. Я не могу удержаться от того, чтобы не процитировать небольшой отрывок из проповеди Златоуст. Мне так нравятся некоторые отрывки его проповедей. Они великолепно звучат. Это беседа на книгу «Бытие», вот как он проповедовал. Один отрывок, и второй по книге «Бытие» тоже, но по начальным главам. Девятая глава. Помните, когда Ной начал возделывать виноградник и испил от вина, от того, что получилось, и был в таком неприглядном виде в своем шатре. И вот смотрите, как интересно говорит Златоуст об этом, как красиво. Мы дошли теперь до конца повествования о праведнике Ное. Поэтому, прошу, напрягите ум и тщательно внимайте тому, что говорится. И от сегодняшнего чтения можно получить немалую и незначительную пользу. «Потому что все, случившееся с древними мужами, если только мы захотим быть внимательными, может доставить нам величайшие назидания. Для того и описаны не только добродетели святых, но и прегрешения их, чтобы мы последних избегали, а первым подражали. Мало того, Божественное Писание показывает тебе, что и праведники часто падали, и грешники являли великое исправление, чтобы от того и другого мы получали достаточное вразумление, чтобы стоящий в добре не предавался беспечности, видя, что и праведники падали. И пребывающий во грехах не отчаивался, зная, как многие грешники раскаялись и успели достигнуть самой высокой степени добродетели». Вот красивое введение, да? Если мы можем понять, конечно, сложности, такую велеречивость языка, к чему сегодня мы уже отвыкли немного от этого. В результате работы с электронной почтой и таких короткие послания, а здесь так длинно, красиво, ярко. Или вот еще интересно, как Златоуст пишет о сотворении неба и земли. Вначале сотворил Бог небо и землю. И он пишет, «В самом образе творения открывается божественная природа. Как она творит вопреки человеческому обычаю, сперва распространяет небо, а потом уже подстилает землю. Прежде делает кровлю, а потом основание. Кто видел, кто слышал подобное. В созданиях человеческих никогда не бывает этого, но когда повелевает Бог, тогда все уступает и повинуется воле его. Не станем же своим человеческим умом испытывать дела Божии. Но смотря на сотворенные, будем удивляться художнику. Невидимое его, говорит Писание, от сотворения мира многими помышлениями видимо суть. Если же враги истины будут настаивать на том, что невозможно произвести что-нибудь несуществующего, то мы спросим их, первый человек создан из земли или из чего-нибудь другого. Без сомнения они согласятся с нами и скажут, что из земли. Так пусть же они скажут нам, как из земли образовалось плоди. Из земли может быть грязь, кирпич, глина, черепица, но как произошла плоть? Как кости, нервы, жилы, жир, кожа, ногти, волосы? Как из одного наличного вещества столько разнокачественных вещей? На это они и уст открыть не могут? Да что говорить о нашем теле? Пусть они скажут нам о хлебе, который мы ежедневно питаемся, как он, будучи однообразен, превращается в кровь, мокроту, желчь, в различные соки. Хлеб по большей части имеет цвет пшеницы, а кровь бывает красная. Таким образом, они не могут сказать нам о том, что у нас ежедневно перед глазами. Тем менее, могут сказать о прочих созданиях божиих. И так далее. И вот когда мы читаем Златоуста, мы можем заметить, что это не просто проповедь, это произведение искусства своего рода. Он старается не просто говорить, он говорит красиво. Потом он объясняет текст в свете современных проблем. Вот когда были споры о каких-то проблемах, он их и объясняет сейчас. Потом он объясняет трудные места Библии. Он не боится взять текст о Ное, который был в непотребном виде. Он проповедует об этом. Надо объяснять трудные тексты Библии. И он прилагает к жизни применение. Он всегда находит в своих текстах, в проповедях применение. Всегда мы находим в его текстах. Можно было бы еще вспомнить из проповедников того времени Августина. Хотя он не столь известен как проповедник, он более известен как богослов. Мы знаем его книги, его богословие оказало большое влияние на западное, особенно на западное христианство. После вот этого периода наступил такой упадок проповеди, 7-8 века, когда проповедники начали гнаться больше за формой изложения, забывая о духовном содержании. И были проповедники, которые отыскивали по 7-8 значений текста. И было очень модно, кто найдет больше значений текста. Некоторые доходили до 15 и так далее. Хотя, конечно, в этом они уступали некоторым еврейским комментаторам. Мы, наверное, слышали, один комментатор еврейский говорил, что он истолковал первые два слова бытия в начале. И он предложил 913 толкований этих двух слов. Правда, он сказал, что ограничил себя числовым значением этого выражения. Он мог бы и больше написать. Поэтому, конечно, 7-8 значений текста это еще мало. Можно найти гораздо больше. Но проблема в том, что форма стала значить больше, чем содержание. И делались попытки восстановить проповедь. Но поскольку христианство было объединено с государством, например, Карл Великий ревнуя о проповеди, он даже книгу выпустил проповедей, и чтобы проповедники учились, и потом лучше проповедовали. Но получилось хуже. Проповедники просто брали эту книгу и прочитывали проповеди. И каждый год проповеди повторялись, и люди вообще перестали слушать. Стало неинтересно. То есть такой упадок проповеди был. И вплоть до, практически до начала реформации. И лишь во время реформации опять началось возрождение, то, что мы называем возрождением проповеди в 16 веке. Вот когда Лютер выступил против индулигенции и других заблуждений церкви. И реформация не могла не затронуть проповедь в содержании дух. Конечно, главный дух. Не столько содержание, главное дух проповеди. Настала новая эра проповеди. И можно отметить несколько таких пунктов или мыслей, характеристик проповеди реформации. Что сделала реформация? Время реформации было временем возрождения проповеди. То есть Лютер поставил проповедь на главное место. Для него главным в собрании стал не алтарь, не место жертвоприношения, а кафедра. Место, откуда провозглашается Слово Божие. Самым важным стала проповедь. Про возглашение проповеди. Проповедь. Второе, это было время возрождения библейской проповеди. Вместо длинных цитат из отцов, о святых, о мучениках, истории, вместо цитат из Аристотеля и Синеки, опять люди стали проповедовать Библию. Соло скриптура. Вы помните, лозунг реформации. Только Писание. Самое важное, и об этом говорил Лютер, не то, что говорит Папа, а то, что говорит Библия. Свет солнца важнее солнца луны. Это было время возрождения полемической спорной проповеди. Реформаторы не избегали острых тем. Их проповедь не оставляли людей равнодушными. Люди спорили, люди слушали, проповедь меняла людей. Ну и это было проповедь возрождения или время возрождения проповеди доктрины благодати. Реформаторы начали проповедовать оправдание верой, спасение по благодати. Иногда кажется, что нам этого не хватает. Вот проповеди оправдания верой. Оправдание верою. И реформаторы очень много проповедовали. Для них проповедь была действительно жизнью. И Лютер обвинял как-то одного проповедника в том, что он ведет праздную жизнь, потому что этот проповедник проповедовал меньше двух раз в неделю. Я не знаю, что бы он сказал о нас, братья. Потому что Лютер сам был плодовитым проповедником. Он проповедовал минимум три-четыре раза в неделю, а то и больше. Ну и кроме того, он другими делами занимался. Он был вождем реформации, и богословия, и переводы Библии. Написал песни. Он очень много трудился. Интересно, Лютер предложил такие девять качеств хорошего проповедника. Девять качеств или добродетели хорошего проповедника. Интересно сравнить и подумать о нас. Подходят ли эти качества. Ну оцените себя. Являетесь ли вы хорошим проповедником с точки зрения Лютера? Первое систематическое обучение. Ну мы все учимся. Вы пришли сюда учиться. Вот первый пункт, можно сказать, вы выполнили. Первый пункт хорошего проповедника. Второе. Находчивость. Это, я думаю, тоже у нас есть хорошие добродетели. Красноречие. Красноречие сегодня может не столь ценится, как раньше, но способность говорить, красиво излагать мысли, доходчиво, ясно и убедительно, главное, нужно проповеднику. Хороший голос. Сегодня век микрофонов. Озвучивание может быть не столь важна. Эта категория. Но раньше без этого было невозможным. Громкий голос. Когда особенно собирались тысячи людей. Я не представляю, что было бы сегодня. Вот даже в небольшой церкви человек 150-200 собралось, отключилось микрофон, уже ничего не слышно. Вот проповедники совсем потеряли голос. А что говорить о проповеди на природе, если бы мы вышли и мы везем с собой колонки, озвучивание, машины приезжают, движки стоят. Все для того, чтобы было слышно. Раньше это невозможно было. Люди проповедовали перед тысячей человек и больше без всего этого. Голос был очень важен. Хотя и сегодня хороший голос может производить действительно сильное воздействие. Хорошая память. Хороший голос, хорошая память. Проповедник помнит Писание, помнит проповедь. Еще одно интересное качество по мнению Лютера. Проповедник должен знать, когда заканчивать. Знаете ли вы это, братья? Когда заканчивать проповедь? Проповедник должен знать, когда заканчивать проповедь. И как начинать, конечно. Но главное, когда заканчивать. Проповедник должен знать доктрины. Проповедник должен изучать Библию и изучать богословие, чтобы знать то, о чем он проповедует. Проповедник должен быть готовым жертвовать телом, богатством, славой ради слова. Проповедовать это не значит просто выйти на кафедру и постоять перед людьми, показать себя. Надо быть готовым жертвовать телом, богатством, славой ради слова. И проповедник должен быть готовым выносить насмешки и глумления. Вот такое мнение и подход Лютера к проповеди. Можете проверить себя. Я не стану сейчас читать проповеди Лютера, отрывки. Я даже сказал бы, несмотря на то, что это действительно известные, сильные, мощные проповеди, сегодня даже трудновато простому человеку их читать. Вот эти были такие глубокие догматические проповеди, насыщенные библейским учением. И сегодня мы привыкли к более легким, насыщенным примерами легкого изложения проповедям. Нам даже сложно читать и понимать эти проповеди реформаторам. Но вы можете сейчас их найти, сейчас есть проповеди Лютера, Кальвина, можете найти и проповедовать. После Лютера, Кальвина были разные периоды. Перед пиетизма, когда люди больше полагались на чувства и пытались чувства отображать, какие-то проповеди периода рационализма, когда наоборот уклонялись в разного рода толкования, размышления, в ущерб чувствам, эмоциям. Позже мы знаем такие имена известных проповедников, как Джон Уайтфильд и Джон Весли. Весли был таким ярким, сильным проповедником. Он очень много проповедовал. Он ежегодно проезжал 7-8 тысяч километров. Причем не на поезде, не на самолете, это было на лошади. Он при жизни произнес больше 40 тысяч проповедей. Очень и очень немало. 40 тысяч проповедей. Посчитайте, сколько вы уже до этого времени произносили и сколько вам еще осталось примерно проповедей. Ну, Весли иногда мог первую проповедь произносить в 5 утра. И уже были слушатели. Представьте себя, вы вышли в 5 утра где-то проповедовать. Да. Ну, люди раньше вставали вместе с солнцем. Вот в чем дело. Солнце вышло, взошло и люди встали. Все, пошли проповедь, послушали, пошли работать. Сегодня люди ложатся позже и встают позже. Ритм жизни сдвинут. Мы нарушаем сегодня установленный Богом порядок. Ложиться с солнцем и вставать с солнцем. Может быть это не к добру. Уайтфильд тоже один из величайших проповедников. Он известен тем, что проповедовал на открытом воздухе. У него был сильный голос. Вот он проповедовал до 30 тысяч человек. Некоторые говорят даже до 50. Ну, не знаю, может быть это слухи. Знаете, со временем часто вот как-то идеализируется. Прошлое там распространяло. Кто-то говорит 30. Нет, говорят больше 40. Нет, 50. Кто больше? Но 1030, по крайней мере, могло быть. Вот при его проповеди они слушали. Вот он много проповедовал. По 20 проповедей в неделю мог произносить. Ну, это было его служение. Вот и были тоже случаи, кстати, которые, когда люди даже засыпали. И во время его проповеди известен случай, когда один человек пожилой вздремнул во время проповеди. Вот и Уайтфильд так резко повысил голос. И он воскликнул, если бы я пришел сегодня говорить во имя свое, вы могли бы упереться локтями в колени, положить на руки, головы и спать. Но я пришел к вам во имя Господа Бога сил. И он топнул ногой, хлопнул ладонями. И вы должны меня услышать. Ну, и, конечно, человек проснулся, когда он хлопнул, топнул и так громко говорил. Вот тоже очень много проповедовал Весли, часто путешествовал в Америку на кораблях. Мы будем позже еще вспоминать его, то есть Уайтфильда и его проповеди. Яркие, сильные были проповедники, много сделали для Господа. Еще один великий проповедник, это Джонатан Эдвардс. Наверное, все слышали вы проповеди «Грешники в руках разгневанного Бога». Ну, он там читал, говорят. Да, он читал. Ну, интересно, мы будем позже говорить о проповедовании. Да, по свидетельству очевидцев, он даже не провозглашал ее так эмоционально, не размахивал руками, он просто читал, прижмуриваясь. И рядом стоял человек с фонариком, чтобы ему было видно. Вот, и в это время люди хватались за столбы, им казалось, что разверзается земля, они падают в ад. Вот, и он отвлекался, просил, успокаивал их и дальше читал. Вот, очень спокойно. Он так Бог действовал. Ну, это была такая... Его проповедь «Грешники в руках разгневанного Бога» считается самой известной проповедью в истории христианства. Вот, очень известная проповедь, она переведена на русский язык. Конечно, на русском той яркости не будет. Вот, я даже, наверное, прочитаю вам отрывочек один, вот, как он говорил об этом. Как он проповедовал, и как он людей пугал ужасами ада, как он говорил об аде. Возможно, сейчас вы еще не убеждены в истине, о которой читаете, но придет время, когда вы полностью убедитесь в ней. Многих из находившихся в подобных обстоятельствах уже нет. И большинство из них погибло внезапно, когда они ничего не ожидали, говоря о мире безопасность. Теперь они видят, что все, на чем основаны в мире безопасность, в действительности было миражами и тенями. «Удерживающий вас над бездной ада Бог во многом похож на человека, удерживающего паука или какое-то другое отвратительное насекомое над огнем. Его гнев на вас горит подобно огню. В его глазах вы не заслуживаете ничего лучшего, как быть ввергнутыми в огонь. Его глаза слишком чисты, чтобы смотреть на вас. В его глазах вы в десять тысяч раз отвратительнее, чем самая ненавистная змея ваших. Вы оскорбляли его бесконечно больше, чем самый упрямый повстанец когда-либо оскорблял своего короля. И при том его рука все удерживает вас от падения. И то, что вы не пошли в ад прошлой ночью, и вам было позволено увидеть этот мир, после того, как вы заснули, закрыв глава, не приписывайте это кому-то или чему-то. Только рука Божья удержала вас от того, что вы не оказались в аду сегодня утром. Только по его милости вы можете успеть прочитать эту книгу. Нет никаких других причин, с помощью которых можно было бы объяснить, почему вы еще не опускаетесь в ад». И вот проповедь выдержана в таких тонах очень серьезных, жестких, строгих по отношению к тем, кто слушал эту проповедь. Она послужила началом великого пробуждения в Америке. Хотя он ее произносил потом еще не раз, но не всегда она производила такое действие, как один раз, когда он ее проповедовал таким спокойным голосом мирным. Но это действительно была великая, такая сильная проповедь. Вот стоит ее прочитать. В конце 19 века произошло много изменений. Начали технологии развиваться, техника, телефон, электричество, телеграф. И это было время пробуждения. Это время было проповедников таких, как Финей и Муди. Это было время, когда Ульям Каррей отправился в Индию. И вот Господь воздвигал великих проповедников – Сперджина, Макларена, Паркера, Эвенса и других, которые проповедовали, которые провозглашали Бога. Например, один из таких самых известных проповедников – Муди, который очень много путешествовал, который обращался более чем к 100 миллионам людей. Уже в новое время только Билигрэм к большему количеству людей проповедовал. Но Муди очень много людей обращался. И говорят, что лично он общался и говорил с семьястами тысячами проповедников. 750 тысяч людей примерно – это количество, с которыми он лично беседовал. Не знаю, кто подсчитывал. Он беседовал о спасении, о вере. И один из критиков говорил, что Муди сократил население ада на миллион. Вот он настолько активно работал и призывал к Господу. Очень активно проповедовал. Очень интересные проповеди Муди. Тоже стоит того, чтобы прочитать. Правда, он нарушает все правила Гомелетики. Потому что по правилам надо как-то 2-3 иллюстрации проповеди. А Муди 20 иллюстраций бывает. Поэтому это так непривычно немножко свой стиль. Но великие проповедники могут сами позволить формировать стиль. Он действительно сделал очень много в проповеди Евангелия. Нам может быть более известен Спержин. Вот вы, наверное, все помните и знаете Спержина. Того, кого называют королем проповедников. Хотя Спержин проповедовал в свое время для своих людей. И, наверное, сейчас не всегда нам даже просто и легко воспринимать его проповеди. Я как-то рекомендовал братьям на одном семинаре читать проповеди Спержина. Один брат потом мне говорил, ну я ничего не нахожу. Я не могу понять его проповеди. Стиль совершенно неподходящий, непонятный. Просто трудно даже читать. Действительно немного другой стиль. И тем, кто не привык читать, особенно, может быть, помоложе, кто-то из братьев, сложновато воспринимать даже Спержина. Но проповеди Спержина отличаются тем, что они просты. И большого образования не нужно, чтобы понять их. И они обычно просты по структуре. Три пункта, да, если вы смотрели проповеди Спержина. Три пункта. Разбивка и связь такая простая между проповедями, между пунктами. Проповеди Спержина оригинальны. Так же, как мы говорили когда-то о проповедях Иисуса Христа. Вот новизна какая-то есть. Мы не знаем, чем закончится. Начинает и красиво распространять. В проповедях Спержина есть эмоциональность. Вот он эмоции вкладывает, не только интеллект в свои проповеди. В то же время, хотя проповеди его возвышены, красивы, он глубоко, высоко говорит, они просты. И он применяет к жизни то, о чем говорит. Он знает духовные проблемы людей. Он знает, что им нужно, в чем они нуждаются, поэтому его интересно слушать. Ну и проповедь Спержина, приязанная к Библии, он ясно, четко старается преподавать истину, преподавать Библию такой, как она есть. Но мне лично нравятся стили. И иногда читать проповеди Спержина, это все равно, что слушать красивую музыку. Вот некоторые отрывки из ее проповедей, особенно в хорошем переводе. Или если вы можете прочитать в английском, в английском они даже сильнее. Вот я читал некоторые проповеди Спержина в английском, конечно, они намного красивее, нежели то, что мы имеем в переводе. Вот, например, хочу прочитать небольшой отрывок проповеди о поклонении. Называется проповедь «Утренние и вечерние песни». Очень красивая проповедь. Вот, кстати, одна из красивейших проповедей Спержина – это «Песни ночи». Очень красивая тоже, которую стоит послушать, как музыка. Вот смотрите, как он начинает первый пункт разрабатывать. Итак, прошу вас обратить внимание на слова утреннего поклонения. «Возвещать утром милость твою». Сложно себе представить более подходящее время для прославления Бога, чем утро. Все располагает к этому. Даже в наших кирпичных джунглях лучи восходящего солнца летним утром подобны песни. Песни без слова. Или, скорее, музыки без звуков. Когда за городом каждая травинка блестит каплей росы. Когда деревья, окрашиваясь светом восходящего солнца, сияют словно сапфиры. Когда тысячи птиц пробуждаются для прославления своего Творца и исполняют грандиозный концерт, вкладывая в святой щебет всю энергию своего маленького тельца. Тогда кажется, что только хвалой можно начать утро. И только с благодарностью можно, открыв глаза, смотреть на Божий мир. Мы с вами не так давно проснулись. И если находимся в правильном состоянии ума, должны быть благодарны Богу за ночной отдых. Каждое утро похоже на воскресенье. Ложась ночью спать, мы оставляем одежду рядом. Так и наша душа остается без тела, как мы без одежды после нашей смерти. Утром мы просыпаемся. И если утро воскресное, то одеваемся не в рабочую, а в выходную одежду. А когда воскрестим, наподобие нашего Господа, то мы точно так же не станем возвращаться в старое тело, обличемся в новое, в котором мы будем так же прекрасны, как сам Господь. Каждое утро мы словно воскресаем, вставя из постели, которая могла бы оказаться водром смерти. И поэтому должны начинать каждый день с благодарности за то, что тень смерти осталась только тенью. И так далее. Или вот маленький отрывок из его проповеди о прославлении, искусство прославления. Что делать, когда на улице плохая погода? Благословите имя Бога за то, что она не настолько плоха, какой могла бы быть. В конце концов, нас не покрыла египетская тьма. Солнце время от времени выглядывает из-за туч, и у нас есть уверенность, что оно не погасло. Когда мы больны, давайте благодарить Бога за то, что болезнь не вечна. Ибо есть место, где люди никогда не болеют. И если сейчас ваши арфы висят на вербах, снимите их. Если вы давно не прославляли Господа, начните делать это сейчас. Я скажу вам следующее, братья. Если вы согрешите в том, что слишком много будете прославлять Бога, то придите ко мне. Исповедуйте свой грех, и я стану священником, и отпущу вам ваше беззаконие. Я еще никогда не пробовал себя в роли священника, но думаю, что я справлюсь. Вот так красочно, ярко, красиво Спеджин говорит о прославлении. Вот он написал очень много проповедей, произнес больше 3560 проповедей. Они составляют 63 тома проповедей, которые опубликовались в церкви в Лондоне, где он проповедовал. На русский язык переведено еще очень немного проповедей. Вы знаете, есть такие сборники. 12 проповедей о прославлении, о послушании, о сердце, о верующем, о Христе, о крестных возгласах Христа и так далее. Если мы перейдем, мы уже закончим 20 веком. В 20 веке, конечно, проповедь, авторитет проповеди сам, скажем, упадок. Можно назвать даже упадок в какой-то степени. Потому что раньше проповедь или кафедра была единственным авторитетом. Вот люди шли в любых случаях, при любых проблемах. Если в веткозаветнее время они шли к священнику, в новозаветнее они шли к пресс-фитеру, к пастору, к священнику для решения своих проблем. Но сейчас у кафедры много конкурентов. Сейчас есть психотерапевты. Если у людей проблемы, они предпочитают идти заниматься психоанализом или каким-то другим специалистом решать свои проблемы. Зачем кафедра? Вот сейчас есть телевидение. Вместо того, чтобы слушать проповедь, люди включают и слушают ведущих на телевидении. Они являются для них своего рода пророками, провозглашают им свои истины, развращают людей и отталкивают людей от проповеди. Сейчас даже сложно слушать проповедь. После того, как посмотришь рекламу, телевидение, все яркое, блестит, красочное. Приходишь, и церковь выглядит, как пожелтевшая черно-белая фотография в сравнении с цветным миром. И сейчас намного и намного сложнее. Сейчас проповеди нагоняют часто скуку. Как выдержать? Как можно слушать 20 минут без рекламы? Проповедь даже рекламой не прерывается. Чтобы как-то вдохновить, ярче сделать. И сейчас все сложнее и сложнее слушать и провозглашать проповеди. Но, тем не менее, несмотря на сложности и критику, на проблемы, я думаю, мы должны ободриться и оставаться твердыми в своем служении. Потому что есть проповедники, есть проповедь и есть результат. И Господь призывает людей к себе. И люди спасаются благодаря проповеди. Благодаря проповеди Евангелия. И есть много, может быть, в нас не настолько сильное пробуждение. Хотя мы тоже пережили это со времени перестройки, когда много людей пришло к Господу. Мы знаем другие места земли, скажем, та же Бразилия, где очень много людей обращается к Господу. Вот поближе к нам, Монголию взять. Лет 15 назад, 20, там не было ни одного верующего практически. Но лет 5 назад я там был, и там уже где-то 1012-15 верующих. В основном молодые. И они славят Господа, молодые христиане. То есть проповедь и Слово Божие не возвращается к нему тщетным, братья. Что бы мы ни говорили. Господь действует, Господь воздвигает проповедников. Сегодня тоже есть известные проповедники. Наши отцы, геды, если вы изучали историю братства нашего, вы помните Проханова, Павлова, Карева и многих других проповедников, которых смело, дерзновенно проповедовали, ярко проповедовали. Ну, мы знаем известного проповедника, самого известного проповедника 20 века Билли Грэма, который проповедовал многим людям, и который провозгласил истину миллионам людей, и многие люди спасение получили. Вот я даже взял такой небольшой проповедь Билли Грэма, и отрывочек один хотел прочитать. Для сравнения. Вот мы слушали проповеди Златоуста, проповеди Сперджина, и вот сейчас сравнение, современная проповедь, как она звучит. Вот послушайте, вот коротенький отрывочек из проповеди Билли Грэма. Здесь он разбит на несколько текстов, на несколько разделов его проповеди, и один раздел искупления. Христом Христовым мы обретаем искупление. Апостол Павел говорит, не знавшего греха он сделал за нас жертву и за грех. На заместительной жертве Христовой наше искупление основано. Христос умер за наши грехи, согласно Писанию. На этой искупительной жертве Христа, замещающей наш с вами грех, держится все Евангелие. Именно это отличает христианство, единственную искупительную веру от прочих религий. Английский историк и социолог Тойнби, автор теории о причинах взлета и падения цивилизаций, рассказывает, как одна китаянка присматривала как-то за детьми в христианской семье. Родители заметили, что няни от чего-то не по себе, и спрашивают, в чем дело. Та отвечает, я вот одного не пойму, вы такие добрые люди, детей своих любите, а на стене у вас картина, где жутко истязают какого-то преступника, руки-ноги гвоздями пробиты. Разве можно это детям показывать? Они в этом возрасте такие впечатлительные. Самое интересное в реакции этой няни Китаянки на изображение распятия, пишет Тойнби, что точно так же отреагировали бы на него античный грек, римский историк, философ, эпикуреец. Даже такому видному историку, как Тойнби, равно как и другим интеллектуалам, проповедь о кресте и искуплении зачастую представляется некой глупостью. Миру импонирует образ Христа, но только мистически загадочного или романтически бунтарского. Библия же призывает нас к распятому и воскресшему спасителю. Христос для того и родился в мир, чтобы пострадать и умереть ради грешников. Его смертью Бог искупил грехи людей и по замыслу своему воскресил его из мертвых, даруя спасение всем желающим, покаяться и уверовать в него и так далее. Проповеди Билигрэма отличаются своей простотой. Понятный язык, есть интересный сборник проповедей, послушайте, называется сборник такой проповеди, который он произнес когда-то в Нью-Йорке на евангелизации, в течение 10 дней шла евангелизация, и он каждые вещи произносил. Очень такие яркие, понятные, простые, настолько простые проповеди, просто удивляюсь, он такой большой проповедник. Я помню, когда Билигрэм приехал в Москву, первый раз я там был, такая конференция была такая большая, не первый раз, но первый раз, когда собрали уже конференцию после перестройки. Некоторые братья удивлялись, послушали, говорят, а что так просто? Они думали, что Билигрэм скажет что-то необычное, вот чего может даже и в Библии нет, что-то новое. А Билигрэм так просто ясно о Христе сказал. Но в этом была сила, потому что сила наша не в том, что мы скажем что-то яркое и необычное, а в том, как мы верим. Билигрэм твердо верит в истинность, богодухновенность, священное описание и передает это. И это производит свой результат. Вот поэтому и проповеди его имеют силу. Вот поэтому мы проповедуем, зная, что проповедь не возвращается к нему тщетным. Вот и заканчивая вот этот раздел, я хочу прочитать такие ободряющие слова, которые произнес Мартин Ллойд Джойс, Джонс, тоже один из известнейших проповедников 20 века, английский проповедник, в своей книге «Проповеди проповедники». И он в своей книге поделился убеждением относительно проповеди. Он сказал, для меня служение проповедника самое высокое и великое призвание, которому кто-либо когда-либо может быть призван. Если я и могу сказать сегодня без малейшего колебания о самой большой нужде церкви сегодня, то я скажу, это истинная проповедь. И в заключении книги он провозглашает, нет ничего подобного этому. Это самая великая работа в мире, самая волнующая, самая захватывающая, самая прекрасная. Братья, почему бы нам не совершать эту самую прекрасную, великую работу в мире? Пусть Бог благословит вас это делать.